Здравствуйте, дорогие друзья! Вы знаете, если вычленить какую-то там совсем уже постараться одну идею нашей недельной главы, то молитва Моше, мольба, молитва вообще, она как бы стоит над всем. И молитва, она вообще самая сильная вещь, которая дала человеку. И очень коротко давайте попробуем. Талмуд, если кто не знает, определяет человека как, что вы знаете, что? Существо молящееся. Неразумное, как вы придумали себе люди. Существо молящееся, этот человек, будучи создан по образу и подобию Всевышнего, человек наделен божественной его душой. И вот эта душа дает ему возможность обращаться к Творцу с молитвой, к Создателю, вступать с ним в диалог, личный контакт. Это вообще никто больше этого не может даже не представлять себе. Творец так устроил этот мир, что молитва способна повлиять на его отношение к человеку. Ну что еще может быть важнее? И вообще надежда, которая поддерживает каждого человека в этом мире, это молитва. И Каббала говорит очень интересную вещь, что основание этого положено в том, что врата молитвы не будут закрыты никогда. И в любой ситуации, вот даже самой-самой любой, может быть все изменено благодаря еще одной молитве. Нам много об этом рассказывается. Но мы все-таки про нашу недельную главу. Возникает вопрос, почему в нашей недельной главе Творец заставил Маше заволчать? Он произнес и сказал, умолял я Ваэтханан Господа в то время. Написано, что на основании этих слов, на основании гематрии, мудрецы сказали, что Маше сказал 515 молитв. Это многие знают, это известно. Но тут мы говорим не о молитве Маше, а о ответе Всевышней. Он был очень необычный. Довольно ничего не говори больше и не молись. Бог не только отвергает молитву великого Маше, но и проявляет большую суровость. Он говорит, остановись и запрещают тебе продолжать молиться. Надо тут разобраться. Совершенно невероятная вещь. Раньше Маше что не просил, все происходило, пожалуйста. Почему Бог безопокоится, чтобы Маше не молился? Что стоит за повелениями замолчать? Почему? Никто не задумывался. Очень интересная вещь. Совершенно потрясающий ответ содержится в книге «Жизнь и мир». Есть такой Гаон из Мукачева, Хаим Элейзер Шапира. Вообще его называют обычно Святой Равин из Мункача. Мункача называли Мукачевой Ильей. И он сказал следующее, что Бог заставил замолчать молиться Маше не потому, что она не имела значения. Наоборот. Совсем наоборот. Из-за ее огромной силы. Потому что уже был план, который был. По икому плану Маше не должен был войти. Он должен был остаться. Но Маше своей молитвой победит даже этот божественный план. Представляете силу молитвы или нет? Бог просто уже понимал, что дальше он противостоять Маше не хочет. И как бы сказал, как Бог любит человека как единственного сына. Любого, да? И каждая слеза написана поднимается к престолу. Как отец не остается равнодушным в детской мольбе, так и силуешь, ты не игнорирует молитву. Это только люди не понимающие могут считать. С другой стороны, еще раз повторяю, был указ. И поэтому Всевышний попросил его. Просто сказал Маше, я тебе не разрешаю больше. Хватит. Есть другой план. Тут есть великая-великая тайна, великий секрет. В святых книгах говорится, что для любого на земле вопроса, о котором молится человек, существует определенное количество молитв, которые воздействуют на небо. Каждый вопрос требует определенного количества молитв. Например, Маше все мудрецы говорят, 516-й определил обо всем, и мир был бы другой. Смотрите, есть и другой вопрос. Все евреи много лет, например, молятся, 3 раза в день, чтобы построен был Иерусалим. Но Бог до сих пор не ответил на молитвы наших предков. И где гарантия, что Он ответит нам? Это серьезный вопрос. Зачем продолжать просить, в чем было отказано в течение 2000 лет? И опять-таки Равин из Мункача в этой же книге рассказывает, что все наоборот. Вот эти предыдущие молитвы все выполнили свою задачу и постепенно смочили и пробили путь к спасению. Но нужна еще молитва. Нужно еще, чтобы сегодняшние молитвы добавлялись к предыдущим. Еще одна молитва. И вот какая-то одна совершит чудо, и все станет на места. Поэтому все, все, все. Любая, нет пропадающих молитв. Еще есть такая одна вещь. Молитва написана, выражена в словах. Но суть ее в чувстве, вот внутри, да? Если человек обращается к Богу без души, вот просто там, да, 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 да. Его слова останутся мертвые, как тело без души. Мы уже говорили о том, что молитва сегодня заменяет жертвоприношение. Жертвоприношение без внутреннего строя не принималось. Ну и последнее, чтобы сегодня уже не морочить голову. Я скажу слова, самые, на мой взгляд, важные тоже в этом вопросе. Написано в лику Тейма Ран. Помни, главное в твоих молитвах, это вера в то, что они не останутся без ответа. В этом случае они победны. Брахавы от слоха. И чтобы наши молитвы дошли до неба, и чтобы все уже было хорошо, и мир на земле был. Субтитры сделал DimaTorzok